Мы сейчас открываем панельную дискуссию по поводу мобильных устройств. Сейчас мобильные устройства очень глубоко входят в нашу и повседневную жизнь, и очень много используется, в том числе для различных достаточно важных областей нашей жизни, как то, будь то государственное управление, или даже какие-то аспекты управления технологическими процессами. И вообще очень получается так, что современное общество в достаточно значительной степени получает зависимость от мобильных устройств и от всего того, что на них крутится в качестве софта или железа. И в этом смысле большую важность получают вопросы доверия и безопасности конкретно в мобильных устройствах. Здесь много игроков разных, и есть и российские компании, которые проявили себя в этом направлении, есть и много зарубежных компаний, которые на российском рынке. И вот все эти вопросы мы хотим обсудить на нашей конференции. Я хочу предоставить слово Шойтову, Александру Михайловичу, всем, чтобы сказать вступительное слово и осветить эти вопросы. Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, я хотел приветствовать всех участников конференции. Я вчера, к сожалению, тоже не смог подъехать. Вообще хотел обратить внимание на в целом назначимости этой конференции. Действительно, мы уже на пороге цифровой экономики или четвертого технологического уклада. Действительно, уже начинают реально сейчас внедряться вот эти самые перспективные технологии. Планы уже строятся. И от того, насколько это будет успешно все реализовано, ну, вообще зависит, наверное, успех нашей страны, на мировой арене в том числе. Но, значит, принципиальные значения здесь, конечно, имеют вот те базовые элементы, на которых все это будет строиться. То есть это и сами технологии, которые будут в перспективе внедрены. Ну, я не буду их перечислять, все их прекрасно знаете. И информационные системы сейчас уже приобретают глобальные значения. Например, вот система Гостех, которой мы сейчас занимаемся, она уже будет объединять очень большое количество небольших или там даже достаточно больших информационных систем. И, значит, вот эти базовые элементы для этого, это, конечно же, это операционные системы. Ну, вот вчерашний день, значит, под информацией, которая у меня есть, это, значит, операционные системы на базе открытых решений, это ядра Linux, да, здесь уже в целом, вот именно благодаря участию, благодаря этой конференции, благодаря организаторам этой конференции, всем участникам, значит, удалось, ну, во-первых, получить правильное понимание всей проблематики и в дальнейшем даже уже начать реализацию некоторых программ. Вот было объявлено, что на базе Испрант создан уже центр доверия ядра операционной системы Linux, вот. Ну, вот сегодняшняя секция, она направлена на вопросы смежные, но, то есть, такие же вопросы, применительно к мобильным операционным системам. Здесь, с моей точки зрения, сейчас мы пообсуждаем, конечно, ситуация еще не настолько у нас проработана, нет такого, даже с моей точки зрения, единого понимания. Это первый, это отправной пункт, когда отрасль, там, регуляторы имеют единое понимание проблем, вот, технологических, а уже следом за этим там должны появляться некие экономические и там политические модели, соответственно. Было сказано о том, что, вот, действительно, мобильные у нас операционные системы, платформы, они сейчас везде у каждого человека, и вопросы доверия, безопасности, надежности. Я бы сказал еще и здесь и вопрос, конечно, самой, собственно, эффективности и удобства этих мобильных платформ, потому что применение у нас этих систем, оно действительно в диапазоне от каждого гражданина, там, государства, правительства, вплоть до, дальше, наоборот, специальных применений. И вот эти вот, ну, условно, я их четыре все-таки выделю, да, эти пять, там, да, удобство, эффективность, надежность, доверие и безопасность. Значит, для разных применений, вот, здесь нужен разный диапазон этих элементов. Вот, вот эти вопросы основные я бы хотел, чтобы мы сегодня пообсуждали и пришли к некому вот пониманию, подход, как мы дальше будем с этим жить. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Александр Михайлович. Я от лица открытой мобильной платформы, разработчика операционной системы «Аврора». Также хотел бы сказать несколько вступительных слов. Безусловно, как коллеги сказали, безопасность для мобильных устройств – это номер один. Почему? Потому что, когда мы имеем десктопный компьютер, его можно ограничить, можно положить его в подвал, сделать контур и обеспечивать безопасность меньшими усилиями. Для мобильной операционной системы это совсем другое применение, когда мы постоянно его носим с собой, меняется инфраструктура, подключаемые сети и так далее. И векторов атак может быть намного больше. Мы, как разработчики, считаем, что любой вопрос безопасности имеет комплексную основу. То есть нельзя подходить к ней, как это было 10 лет назад или даже 15 лет назад, когда у нас есть такая-то функция в ядре, или у нас есть такая-то функция наложенной безопасности, и мы решаем все проблемы безопасности. Нет, так делать нельзя. Она должна быть комплексная и эшелонированная. Можно я два слова еще? Я просто хотел бы подчеркнуть тот момент, что сейчас те решения, которые предлагаются, часто они находятся в определенном месте, секторе применения. То есть это либо в крайней степени для государства, либо наоборот массовая. У меня просьба выступающих, если вы будете говорить про свои системы, про свои разработки, определять место, где вы видите применение ваших разработок, соответственно. Коллеги, спасибо. Давайте уже начнем дискуссию. Роман, спасибо. Александр Михайлович, спасибо. И вот с точки зрения безопасности есть разные аспекты направлений. Один из самых важных, на мой взгляд, это процессы безопасной разработки. Давайте там коротко попрошу, у нас очень много выступающих, если можно коротко высказаться по поводу того, как вы относитесь, применяете ли, планируете применять. И как Александр Михайлович сказал, прошу указать, для каких направлений целевая аудитория ваших разработок. Здравствуйте, коллеги. Я представляю почти российскую операционную систему, Harmony US, почти российскую, потому что в ее разработке участвует приличное количество россиян. И сама операционная система open source, поэтому будет открыта широкой общественности. Соответственно, да, можно многое чего смотреть. Ты спросил про процессы безопасной разработки. Вспомнился мне история одна, анекдот. Приходит, да, девочка в цирк смотрит там, и крокодильчики летают. Она такая, что ж такое, как вы так делаете? Ну, я буду покороче, крокодильчик такой шепотом. А знаешь, как нас здесь бьют? Значит, SDLC, это была шутка. Конечно, software development в безопасном аспекте, это роль, по сути, процесса внутри компании. И, безусловно, в корпорациях это, как-то, наверное, находит такую крайнюю точку, когда соблюдение процессов по, в том числе, безопасной разработке становится, ну, таким обычным, да, поведением для разработчиков. Это не что-то особенное, это уже часть такой каждодневной культуры. Поэтому, да, я думаю, сейчас это, правда, в каждой корпорации мировой так, потому что безопасность стала таким аспектом, который, ну, без которого вообще невозможно сохранять какую-то конкурентоспособность и вообще в мире чего-то делать. По поводу, да, применений, операционная система Harmony OS, да, которую мы разрабатываем в Huawei, это операционная система нового поколения. Некоторые спрашивают, да, является ли она заменой андроида. Ну, как бы и да, и нет, вот, потому что она разрабатывается уже где-то почти 10 лет, да, и сначала это была такая полузакрытая фактически разработка. Но изначально всегда цель была эта разработка операционной системы нового поколения, которая уже переходит, ну, в следующий класс распределенных так называемых операционных систем, которые работают сразу на кучу устройств одновременно и предоставляют фактически, делая из этой кучи устройств, одно виртуальное устройство для разработчиков приложений. Ну, и, соответственно, да, применение Harmony OS сейчас это любого типа устройства, начиная от микро-IoT, которые, ну, и заканчивая, там, телефонами, телевизорами, планшетами и такими большими, самыми мощными пользовательскими устройствами, которые придумывало современное человечество. Спасибо. То есть, если объединить тот анекдот, который ты рассказал, и в целом из DLC, то есть, я так понимаю, у Huawei внутренняя политика на это рассчитана. Только, пожалуйста, покороче. Ну, конечно, слушай, мне кажется, да. Коротко, да. Отлично. Артем, пожалуйста, что вы думаете по этому? Компания Legion является компанией, которая раздабатывает мобильные приложения на заказ. И в этом смысле мы являемся ведомым от наших заказчиков, от ритейла, от телекома. И в этом месте я, конечно, должен сказать, что востребованности со стороны наших заказчиков вот так вот в явном виде, что вы должны следовать вот этим технологиям, вот этим или вот этим, не присутствуют. Примерно совсем. Вот. Заказчики вообще наши достаточно консервативные люди. Для них там внедрение юнит-тестирования там или еще каких-то вещей, это совершенно такая вот страшная вещь, необычная. Поэтому сейчас на столе разговора о вот безопасном программировании, грубо говоря, которое внедрено на уровне подхода к разработке, для них это просто дополнительный кост, который они вряд ли на себя возьмут. То есть вот я сейчас востребованности не вижу в этом вопросе. Это очень интересный аспект. Попробуем его дальше оценить. Я вижу вашу руку, я вам дам возможность высказать. Сергей Аносов, открытая мобильная платформа. Спасибо большое. На самом деле у нас вчера был очень большой доклад, который посвящен как раз теме безопасной разработки и внедрению процедуры безопасной разработки у нас в компании. Я не буду повторяться полчасовое выступление. Мы, как сказал Роман, мы ставим безопасность операционной системы на первое место. Мы считаем, что требования по безопасности ASDLC, это безусловно одна из составных частей той самой безопасности. Мы их выполняем, мы их развиваем, все юнит-тесты, тестирование, ежедневное тестирование. Файзинг и статика это не то, что, ну, это не некие абстрактные вещи, а это то, что каждый день используется нашими разработчиками. И Сергей, я также добавлю, что здесь очень важна работа Esparan, которая ведет по инструментарию, потому что ASDLC базируется на том, что в инфраструктуру сборки, разработки, каждодневные работы встраиваются удобные и быстрые инструменты. И тут есть Sways, есть Crusher, есть другие международные инструменты. И вот то, что говорили вчера по доработке инструментария для сопровождения исследовательского центра ядра, это тоже про то же самое. То есть нам всей индустрии, вчера мы это обсуждали, нужно доведение инструментария до такого уровня, что мы легко их интегрируем в свою среду, что открытые мобильные платформы, что Astra, что другие компании и будем это эффективно использовать. Насчет приложений, ну, тут я вот с коллегой, коллегу парирую, зависит от вендора, кто делает приложение, потому что, например, для мобильной операционной системы Aurora выпускают свои приложения и крупные вендоры, например, Касперский, Endpoint Security, Infotex и так далее. И я думаю, это очень сильно зависит от того, как в компании настроен процесс разработки, как английское слово есть maturity, да, то есть насколько развиты инструментарии и насколько готовы архитекторы и менеджмент в это вкладывать. Спасибо за дуэт. Евгений, как представитель регулятора, мне интересно услышать ваше мнение по поводу вот той дискуссии, которая у нас сейчас народилась. Все-таки процессы разработки и в целом безопасность – это одно из ключевых свойств любых систем, и оно требует затрат, денег. И не все заказчики, я согласен с вами, Артем, не все заказчики явно это артикулируют, а значит, не выделяют на это деньги. Вот вы как регулятор, ну мы как регулятор, сказать, какие-то деньги выделяем на различные проекты, но понятно, что безопасность, она должна коррелировать с теми задачами, которые решают приложения. И здесь, как сказал Александр Михайлович, несомненно, надо выделять сегменты, где планируются эти решения применять. Самый такой простой верхний уровень, верхнеуровневый подход к безопасности – это безопасность приложений. С учетом развития функционала, как ни странно, он сейчас стал наиболее актуален, потому что борьба с мошенничеством на этом уровне происходит. Мошенничество происходит на этом уровне, борьба с ним, она тоже должна реализовываться на этом уровне с точки зрения алгоритмов, логики и принципов работы самого приложения. То есть это то, с чем сталкиваются все пользователи. Это немножко выбивается из традиционных подходов по информационной безопасности, потому что это не вопрос, связанный с управлением доступа, это не вопрос, связанный с сертификацией, все может быть сертифицировано. Сама логика сервиса может представлять возможность нарушителю сделать какие-то атаки, провести, нанести урон. Мы все сталкиваемся, читаем это в прессе. Второй уровень, более глубокий, более серьезный, то, о чем здесь говорилось, это вопрос безопасности операционных систем, связанный с управлением доступа, в первую очередь. Вопросы доверия с точки зрения сборки, методов, которые применяются при этом, те же механизмы динамического анализа, в том числе анализ на проникновение, тесты различные и так далее. И наиболее такой серьезный уже уровень безопасности, более высокий, более ответственный, это сквозные механизмы безопасности, которые проходят на мобильном устройстве, начиная от его старта, то есть они включают обязательно аппаратные компоненты. И должны гарантировать и старт средств защиты, и корректное их функционирование, реализовывать свои какие-то механизмы. И в дальнейшем, в целом, это должно все ввязаться с механизмами защиты информации на серверных приложениях, то есть там где-то реализовано. То есть все это должно представлять собой некую экосистему, защищенную, сбалансированную с точки зрения доверия, и реализованных механизм защиты. И соответственно, эти механизмы защиты должны нормально верифицироваться, они должны правильно разрабатываться, проектироваться. Сейчас все чаще появляется в обороте Secure by Design технологии, это используется. Ну, новое, хорошо забыто старое, то есть когда это тоже было, но достаточно давно. А сейчас, с учетом развития и масштабов приложений, сервисов, без этого становится просто никуда, потому что и архитектура, и механизмы защиты, и функциональные возможности приложения и услуг, они должны быть взаимоувязаны и сбалансированы с точки зрения доверия и безопасности все. И без единых подходов к проектированию, к средствам это решить не удается. И одним из таких подходов и по унификации, и по балансировке является переход в облачные платформы, где это все будет как-то стандартизовано, на подходы по реализации микросервисных каких-то структур. По платформам гостев, Иосиф Михайлович опять-таки уже упоминал одно из таких решений. Ну и в целом, как говорится, в рамках государства все это движется тоже в этой области. То есть вся непрерывная цепочка, начиная с серверной платформы, операционной системы, устройства, точнее, устройства, операционной системы, приложения, все должно быть увязано и происследовано. Ну, как-то так. Евгений, позвольте уточнить, вы говорите, должно быть, это значит, должны быть стандарты, это должны быть требования, это должно быть, ну, если речь идет о государственных заказах, то в бюджете должно быть, в каком-то соответствующем бюджете должно быть предусмотрено решение вопросов безопасности. Я правильно понимаю вас? Да, да. Такие проекты ставятся, что-то ведется. Ну, то есть вот известный проект по центру компетенции по ядру и линукс, так сказать, проект уже, так сказать, был в прошлом году, так сказать, что-то стартует в этом году. Да, эта тема развивается. Вопрос стандартизации, он здесь достаточно сложный, потому что стандарты здесь, они будут всегда опаздывать. Вот, поэтому здесь все-таки нужно столбить не стандарты, а подходы. Вот, подходы, да, они формируются, так сказать, в том числе с учетом, скажем так, они формируются в ходе работы. То есть здесь получается такая ситуация, что безопасность, она, как сказать, ситуационно обоснованная. То есть есть решение, есть подходы, они оцениваются. Да, зависит от сферы применения, потому что, как говорится, задача безопасной системы, в общем случае, она решения не имеет, это неработающая система. Однозначно неработающая система, но, то есть тогда она абсолютно безопасна, ничего не утечет никуда. Вот, но вопрос сервисов, как говорится, здесь, да. Артем, маленькая ремарка с вашей стороны. Да, маленькая ремарка, вот Александр Михайлович попросил, а я на самом деле не последовал вашей просьбе, да. Я когда вот сказал по поводу, то есть явно моя реплика могла прозвучать, как вообще все-все-все-все-все-все, нет. Я говорю конкретно про сегмент B2C, End User, Retail, Telecom, даже финансы, вот именно вот это. То есть там никаких серьезных инфраструктурных штук там или еще что-то такое. Спасибо. Простите, Петр, я не знаю ваше отчество. Петр, да, Петр Владимирович, пожалуйста, вы расскажите хотя бы чуть-чуть, о том, чем вы занимаетесь и как вы подходите. Добрый день, коллеги. Компания Edelweiss – это авторизованный дизайн-центр компании Vykal Electronics. А так у меня опыт работы с мобильной связью, наверное, лет 15. То есть начинал я еще в 90-е годы работать в Ericsson, ну и дальше там карьера строилась все время. Наверное, по спирали идет осмысление. Коллеги, я бы хотел в добавление, наверное, мое выступление короткое будет наиболее созвучно выступлению Александра Михайловича и Евгения по поводу комплексности. Вот у меня сейчас здесь на iPad, потом с желающим могу поделиться, статья за авторством людей из Эдинбургского университета и Trinity College по поводу текучести андроида. Течет болезненный по всем направлениям, они проводили эксперимент, зафиксировали. То есть ни в коем случае господ нельзя упрекнуть в ангажированности. Вот самые-самые последние новости. И подходить к этому надо комплексно и с точки зрения совместимости технологий. Совместимость технологий, операционная система, эмуляторы телефона на открытых платформах мы делали еще где-то, наверное, лет 10 назад. Но это оставалось эмулятором. Сейчас очень интересная, интересная с точки зрения челленджей, интересная с точки зрения перспектив, сложилась ситуация с мобильными чипсетами. Стандарт один – это ARM, их микроархитектуры, ну, все остальное не выдержало конкуренции, испытания времени. Кому-то, может быть, помогли не выдержать этой конкуренции. Вот. Но ARM, к счастью, продает, лицензирует. И есть порядка 4 или 5 ведущих разработчиков мобильных чипсетов. Это Factory Less, то есть они разрабатывают без фабрик. Вот, допустим, Владимир – представитель такой компании, которая разрабатывает также чипсеты. Дочерняя компания, если быть корректным. Вот. Дальше у нас появляются производители. И здесь олигополия цветет вообще полным цветом. То есть у тайваньской полупроводниковой компании и у Samsung вместе доля порядка, наверное, 70-80%. Вот. Кстати, TSMC сегодня опубликовала отчет за третий квартал. Он доступен. Сегодня утром буквально. У них все хорошо. Вот. У них все хорошо. И, коллеги, я хочу обратить ваше внимание. Операционные системы производства процессоров – это производство самих устройств. это бум, это, то есть, список компонентов. Список компонентов опирается на технологии, на техпроцесс, которые в нанометрах измеряются. И это все должно быть в совокупности. Иначе у нас не получится единой картины. Если мы пропустим через экспертное мнение, через сообщество вот эти все вещи, сложим их воедино, у нас получится решение, которое сможет быть еще интегрировано с операторами связи, и на выходе у нас будет контролируемая ситуация с мобильными устройствами и с их экосистемой. Ну, наверное, вот так. Я сейчас, скорее, не дал ответы, а обозначил проблематику, но собравшиеся здесь и присутствующие в стране экспертное сообщество обладают силами. Ну, и я полагаю, что здесь как раз роль государства – выступить в роли некого кристаллизатора вот этих усилий, каким-то образом формализовать сотрудничество в этом чрезвычайно важном направлении. И двигаться. Есть очень удачные примеры разработок серверных процессоров, процессоров для персональных устройств. Опять же, вот Байкал Электроникс, отсутствующие коллеги из Элвиса. То есть здесь заделы есть. В операционных, в софтверных делах заделов еще больше касательно экосистемы и приложений. Понятно, что есть компетенции. Надо это все просто сложить воедино. Спасибо. Я добавил роль Академии тут немалая. То есть триединая, как Арутюн любит говорить, триединая такой треугольник – это государство, Академия и бизнес. То есть все вместе мы полностью согласен, можем решить эти проблемы. Я хотел бы передать слово Роману Малицыну, представителю Астро Линукс. И в целом, лично у меня большое уважение к этому, не знаю, как назвать правильно проекту. Но они давно, давно и эффективно уделяют внимание и решают вопросы безопасности, в том числе. Роман, поделитесь, пожалуйста, своим видением. Сейчас действительно Астро является современной операционной системой, которая реализует различные сценарии управления доступом, обеспечения целостности, сертифицирована по первому уровню доверия. Сейчас мы поставляемся в сектор B2G, B2B. Наверное, первые поставки планшетов с Астрой у нас начались с 2014 года. Сейчас мы поставляемся в федеральные органы исполнительной власти, в том числе на планшетных компьютерах. Если раньше это были решения в основном для работы с несколькими уровнями конфиденциальности, то сейчас решения просто идут не для защиты уже даже гостайна, а для защиты конфиденциальных данных, в том числе персональных данных. В итоге вопросы обеспечения доверия и разработки операционной системы, ее интерфейса, удобства, они находятся на нашей стороне, и мы успешно развиваем это направление. Вопрос, который для нас наиболее сложный, который мы самостоятельно одной компании, наверное, нерешим, это, как уже сказали, это экосистема решений и BSP, это разработка аппаратно-зависимых компонентов. Здесь хотелось бы, чтобы с точки зрения уже формирования экосистемы и разработки BSP, мы бы нашли диалог, в первую очередь, с разработчиками аппаратных платформ, чтобы у них появились компетенции по разработке самостоятельных драйверов под свои устройства. И тогда вполне возможно, что мы, как страна, как отрасль, существенно продвинется в, так скажем, в мобильности и в предоставлении современных мобильных устройств для наших потребителей. Роман, спасибо. И я бы хотел передать слово Медведеву, Денису Леонидовичу и базальт, базальт-СПО. И хотел бы еще тоже одну ремарку сделать, что с точки зрения, ну скажем, доверия и безопасности у базальта есть одно неиспоримое преимущество, это собственный репозиторий. Да, у нас сейчас есть наработанные технологии по созданию собственного репозитория и собственных решений. У нас есть возможность влиять на схему безопасности и механизм безопасности, который мы поддерживаем. Мы сейчас внедряем технологии безопасной разработки с учетом и статики, и фазинга, и всех других способов проверки дистрибутивов. И на мобильных приложениях мы имели хороший опыт работы на изделиях фирмы Элбис. Сейчас мы интересуемся процессорами на основе Риск-Фаев. И, в общем-то, у нас получаются довольно неплохие результаты. По поводу проблем, которые стоят, мне кажется, тут важно, чтобы безопасные интерфейсы были удобоваримыми для пользователя. Потому что, если человек не хочет увидеть сложный интерфейс безопасности, он просто выключит. И над этим всегда нужно думать. А вот мобильное устройство, к сожалению, это другой вопрос. Мобильное устройство имеет часть интерфейсов, которые заложены производителем и обычно не контролируются поставщиком операционных систем. Поэтому для отечественных систем важно, чтобы эта часть была тоже контролирована как-то своей стороной, а не какими-то другими производителями. Да, тут добавлю коллегу, что если мы ушли уже от СДЛ самого, потому что это не вопрос СДЛ, это опять вопрос электроники отечественной и возможности связки российских операционных систем с возможностями аппаратными чипов. Тут есть коллеги из Байкала, из Элвиса. Мы со стороны операционной системы Аврора очень плотно работаем с этим, чтобы корень доверия был в аппаратке. Да, и очень важно иметь более-менее стандартизованные хотя бы в рамках договоренности между операционной системой у нас, чтобы мы могли как-то иметь базу на что опираться, когда мы работаем. И хорошо делиться интерфейсами, если такие получаются. Да, кстати... Опубликовывать интерфейсы в аппаратуре всегда хорошо. Да, извините, перебью опять. Очень важный... Прошу прощения, давайте уже дадим... Да-да, конечно. Тут как раз очень хорошая точка, чтобы передать слово Байкала. То есть те самые связки софта и железа это наиболее выигрышность с точки зрения обеспечения доверия и безопасности. Да, на самом деле, большое спасибо, коллега, за отличную подводку. Мы как раз спич про взаимодействие производителей, разработчиков процессоров и вообще аппаратных платформ и разработчиков операционных систем. Если мы говорим о российском доверенном планшете и мобильном телефоне, ведь нет сейчас какой-то большой проблемы сделать его по производительности и даже, наверное, по цене вполне себе конкурентным. Но из нашего опыта захода в эту тему проблема в том, как обеспечить его доверенность. Потому что сферы применения под данные устройства все-таки требуют высокие уровни доверия. И здесь мало обеспечить доверенность собственной операционки. Здесь еще вопрос доверенности периферии встает. И как раз может быть вопрос к коллегам, какое мнение по обеспечению доверенности connectivity, где это должно работать, от чего завязываться. Потому что если спросите у нас, спросите у Elvis, то есть проблема в разработке правильного процессора для мобильных устройств, она большей частью в данном аспекте именно лежит в сфере обеспечения доверенности. И второй вопрос. Если мы все-таки говорим про мобильное применение, то все-таки пока это архитектура ARM. И как планируется поддерживать расширение безопасности следующие поколения архитектуры, то есть ARM V9. Много чего зашито интересного, полезного, то что можно использовать почти из коробки. Два вопроса. Такие вот разработчиков операционной системы. Если говорить про взаимодействие между разработчиками железа и операционной системы, то тут как раз очень важно найти хорошее соприкосновение. То есть вот те самые интерфейсы, про которые говорил Медведев, мы с вами вместе должны это обсуждать. Тут интересны два аспекта. Функциональное тестирование того, что предоставляет аппаратура, плюс может быть формальное описание, формальные спецификации и соответствие формальной спецификации того, что было в процессоре. То есть возможно какие-то математические методы доказательства непротиворечивости того, что вшито в аппаратуру. Если это возможно, хотя бы частичные. Тут Академия, мне кажется, может помочь. И способ демонстрации этого. Спасибо. Да, спасибо, Роман. Ты хотел сказать про корень доверия что-то. Да, пару слов добавлю. Просто коллега поднял очень важный вопрос о том, чтобы были интерфейсы и совместимость продуктов разных мендоров, в том числе по безопасности. И корень доверия, вообще любая безопасная система, она должна расти от аппаратуры. И здесь тоже скажу за нашу компанию, очень активно работаем мы с Элвисом и с Байкалом. У нас скоро выйдет новый продукт средства доверия на загрузке для процессора Байкал-М, в котором мы будем в составе этого продукта операционной системы Аврора ТИЕ. И мы, коллег из Астры, из Атлинукса, из Редос, мы предоставим интерфейсы, чтобы они могли пользоваться функционалом безопасности операционной системы в трансзоне и таким образом повышать или улучшать безопасность своих систем. Мы ни в коем случае не собираемся вендор лочиться, то есть говорить только Аврору грузим. Это будет средство доверия на загрузке, которое позволяет усилить безопасность всех дистрибутивов, потому что Байкал-М, как правильно говорили про применение, это не только мобильное применение, это и десктопы, это промышленные контроллеры. Тут важно иметь вот эти интерфейсы и их открыто обсуждать. Коллеги, я немножко все-таки хотел в специфику мобильности. Я понимаю, что у нас в десктоповых вещах наверное решений больше, они наверное лучше. Вот смотрите, что просто прозвучало, хотел всем вопрос задать. Давайте вот, ну мобильные мы разделили, да, все-таки, и они наверное правильно должны быть по сути разделены, это планшеты и мобильные телефоны. Это вот история все-таки разная. Значит, вот планшеты, давайте более простая история. Насколько мы можем сейчас сделать доверенный отечественный планшет для массового потребления? И какие проблемы в этом плане могут стоять? Вот кто-то может мнение высказать? Вот доверенный модем, то есть вопрос был в доверенности периферии, то есть доверенности самого процессора одно, а все периферии, связь вот здесь. В комплексе что нужно? Чего не хватает? Значит, да, мы разрабатываем планшеты и в большом количестве, и мы встречались со всеми разработчиками практически всех мобильных операционных систем, как планшетных, так и для смартфонов. И у нас, у меня лично в этом плане, есть полное понимание того, что сейчас происходит в нашей стране по всем этим вопросам. Правильно сказал коллега из Аврора, что начинать надо с выполнения нормативной базы нашего регулятора под названием механизма доверенной загрузки. Когда на процессоре будут реализованы механизмы доверенной загрузки в соответствии с соответствующей нормативной базой, это первый шаг, после которого можно двигаться дальше. И самое главное, эта реализация получит сертификат того регулятора, который эту нормативную базу выпустил. Это первое. Второе. Любая операционная система работает на вполне конкретной аппаратной платформе, вполне с конкретным процессором. И мы много работаем лет с компанией Аврора, и мы каждую нашу платформу, как планшетную, так и не планшетную, каждый раз Аврора ее реализует, как они говорят, портирует на конкретную платформу. Не существует операционных систем, которые можно взять и поставить на любую аппаратную платформу с любым процессором. Они все привязаны к конкретной платформе и к конкретному процессору. Это длительный процесс, и Аврора скажет об этом, они молодцы, что это занимает от 6 до 8 месяцев. Второй шаг. Это, собственно, операционная система. Значит, аппаратная платформа. В данный момент мы ждем, когда все разработчики российских процессоров сделают мобильный процессор, именно мобильный процессор, который специально будет разработан для мобильных устройств. Развивать этот тезис я не буду. Я думаю, что те, кто занимается процессорами, они знают, что такое мобильный процессор, и чем он отличается от тех процессоров, которые сейчас есть в стране, и на которых пытаются делать мобильные устройства. Основное доверие в мобильном процессоре и в железе – это модемы. 4G, LTE, Wi-Fi и Bluetooth. Российских модемов железных нет. Те модемы, которые есть даже у основных изготовителей иностранных мобильных процессоров, не принадлежат им, а являются продукцией сторонних изготовителей. И никаких исходных кодов они не предоставляют разработчикам мобильных процессоров, может представлять, но те уж точно нам их не предоставляют. Это вторая ключевая проблема любой доверенности мобильного устройства. Третья. Ну, про бом говорить не будем. Российских кондиционеров нет. И сопротивление тоже. Но хорошо, будем ждать российский процессор, в котором будут российские модемы. Они будут либо встроены, это будет сок, система on-chip, либо они будут внешние, как это сейчас будут делать те люди, которые делают планшет на Элвисе. Потому что встроенных модемов там нет. Третья проблема. Это проблема, собственно, мобильная операционная система. Здесь очень многие компании разрабатывают мобильные операционные системы. И со многими операционными системами я и мои коллеги знакомились. Мы четко понимаем, что из себя представляет Аврора, что на данный момент представляет Касперский ОС. Вот, разговаривали мы с Астрой. Вот, и комментировать, значит, проблемы доверенности мобильной операционной системы я не буду. Я не специалист в этих вопросах. Так как мы делаем изделия и продаем их, нас интересуют следующие вопросы безопасности. Значит, все приложения, которые есть на любом мобильном устройстве, что планшете, что телефоне, они делятся на два класса. Первое. Служебные приложения. Простите, пожалуйста, я вообще... А я про безопасность. Я понимаю про безопасность. Был конкретный вопрос. В российских условиях, российскими производителями можно сделать доверенный планшет или нельзя? Я же вам сказал. Нужен доверенный российский процессор, доверенные эти самые модемы, да? И российская доверенная загрузка. Пока этого не будет, доверенного российского планшета не будет. А будут те планшеты, которые сейчас есть. Можно сделать или нельзя? Если короткий ответ от вас. Еще раз. Давайте определим. Я слышал ваше утверждение. Минуточку. Минуточку. Спасибо. Давайте по нормативке. Определим класс. По какому мы классу делаем 76-го приказа СТЭК? По четвертому? По третьему? Пожалуйста, Петр. Отвечая на вопрос Александра Михайловича, отчасти я согласен с коллегой, что нужен мобильный процессор. А касательно модема, на мой взгляд, модем это элемент современных процессоров. Все-таки, если делать монокристальное решение, то есть делать это, я имею в виду, лицензировать. А вопрос сопряжения, чипсеты модемов есть отдельные. Вот, пожалуйста, Владимир сможет рассказать. Есть у компании Huawei отдельные чипсеты. Вот, но вопрос интеграции процессора и отдельного мобильного чипсета, он родит массу технологических, скажем так, вопросов. Это могут коллеги, может быть, из Байкала и отсутствующего Элвиса прокомментировать. И еще один вопрос. Вот звучал то, что именно мобильный, то есть не те решения, которые сейчас есть. Сейчас нет мобильного процессора. Это прежде всего энергопотребление, энергоэффективность. И еще один момент я бы хотел отметить, который здесь не звучал. Коллеги, посмотрите на современные процессоры. Это, ну, насчет четырех микроархитектур я не знаю. Три точно есть. Три типа ядер на одной подложке. Вот. Это данность. Это то, чего хочет потребитель. Я имею в виду с точки зрения современных там каких-то игр, потокового видео и так далее, и так далее. Или мы уходим из массового сегмента в специальные сегменты, где специальные устройства решают специальные задачи, или мы стараемся технологически соответствовать. И, наверное, еще раз уточню по поводу техпроцесса. Производственные мощности все заграничные. Они ориентированы на определенные техпроцессы, и там есть определенные тенденции. То есть, если мы сейчас идем в архаичные микроархитектуры и архаичные производственные процессы, то мы будем резко всегда догоняющие. Это один момент. И второй момент. Мы останемся без комплектующих, без БОМа. Когда вот пройдет, скажем, этот период 2-3 года, и мы придем к какому-то решению, это решение, по крайней мере, на тот момент должно быть актуальным. Иначе мы сделаем там, ну, я не буду сейчас идти в цифры микроархитектур, чтобы там не вызвать дискуссию там, где не нужно. Но если мы придем к архаичным микроархитектурам, мы лишимся БОМа в тот момент, когда захотим пойти в серийное производство. На мой взгляд, эта проблема чрезвычайно актуальна. Все. Эти вопросы действительно важны именно с точки зрения информационной безопасности, которую мы сейчас вместе здесь обсуждаем. И решать-то все равно их надо. Так ведь или иначе. То есть мы сейчас, в текущую секунду, мы их решить не можем пока. Но, по крайней мере, надо двигаться в эту сторону. Затем мы здесь все и собрались, чтобы поднимать эти вопросы. Давайте я, можно, еще отвечу на вопрос заданный. В целом, ну, понятно, я согласен с тем, что доверие к устройству, оно формируется, обеспечивается доверием каждому из компонентов. В целом, определенный уровень доверенности для мобильных устройств там отрасль уже достигает. Мы все знаем, что в управе правительства где-то еще спокойно применяются планшеты, доверенные и так далее. Уровень доверенности, он определенный мы достигаем. Мне кажется, самая ключевая и ключевая часть вопроса, да, прозвучала в том, чтобы как обеспечить массовый и доступный планшет. Вот это самое сложное, потому что уровень доверенности мы можем сделать, а там и он будет там не массовый, он будет малодоступный, а вот сделать массовый и доступный. По большому счету, мы считаем, что для этого необходимо сокращать время и стоимость разработки решений, в том числе за счет разработки открытых драйверов, предоставления их отрасли со стороны разработчиков аппаратных платформ, и очень важно еще все-таки каким-то образом согласовывать ротмап формирования бома для мобильных устройств. Потому что всегда можно выпустить один планшет, большими усилиями навалиться на него, а потом следующую партию делать с точно такими же огромными усилиями. Если действительно удастся согласовать какие-то технологические карты развития бома со стороны производителей железа и обеспечить поддержку этой истории на протяжении пяти или большего количества лет, чтобы модернизировалось и само устройство, и модернизировалась операционная система, тогда уже можно выходить на какой-то массовый широкий рынок. Иначе сейчас мы имеем дело с какими-то ситуативными решениями, которые сделаны здесь и сейчас под конкретные проекты, больше никуда, без какого-то там дополнительного развития. Очень бы хотелось действительно иметь согласованную технологическую карту формирования бома на какой-то длительный период, иметь доступ к драйверам для устройств и так далее. Спасибо. Роман, это Вы имеете в виду по поводу государственного планирования? Ну, развития отрасли? Ну, не совсем государственной, потому что это же вопросы партнерства и взаимодействия уже и бизнес-структур, да? То есть если разработчики операционной системы и разработчики аппаратной платформы, разработчики процессора, да, сумеют найти те технологические решения, которые им позволят не просто разово сделать какой-то проект, а действительно замахнуться на какую-то длительную историю, сопровождаемую и развиваемую, то это как раз-таки будет большим шагом вперед к созданию массового и доступного решения. Они будут это делать, когда будет запрос рынка, правильно? Безусловно, да. Спасибо. Сейчас такая горячая дискуссия, простите, пожалуйста. Да, смотрите, коллеги, на самом деле запрос рынка, можно считать, что есть, но я вернусь, что нет пока решения и технического, и на уровне обеспечения доверия. То есть, коллега из Акварис, Андрей Борисович, рассказал про доверенность модема, да? То есть, ну, если мы хотим сделать устройство, там, правильное с точки зрения стоимости процессора, с точки зрения его энергопотребления, необходимо иметь встроенный модем, то есть встроенный коннективити. В доступе нет, окей, но... А вы готовы этим заняться? Мы готовы заняться, но у нас нет доступного решения. Если делать внешне, то нужно говорить о том, как обеспечить доверенность этого внешнего модема. То есть, в каких средах исполнения это будет обеспечиваться? Это уже, может быть, как раз вопрос к разработчикам мобильных операционных систем. Ответ общий, как бы, на вопрос Александра Михайловича. Соответственно, что нам нужно, чтобы сделать российский планшет, доверенный полностью, который можно применять в ответственных применениях? Операционные системы у нас есть. Есть Аврора, есть Астра, есть другие операционные системы. С этим проблем нет. Чипы, самые центральные процессоры системы на кристалле, тоже есть. Они сейчас борются за энергоэффективность. Но есть Элвис, есть Байкал. И они очень классные с точки зрения... И оба чипа очень классные с точки зрения встроенной безопасности и с точки зрения того, как операционные системы могут ее использовать. И чего нам не хватает, еще раз подытожу, что говорили коллеги, это периферия. Потому что современный планшет, это что? Это должна быть камера, должен быть модем, должен быть Wi-Fi. И вот мне кажется, что Минпромторг и Минцифры, они должны сосредоточить свои усилия, чтобы стимулировать промышленность именно в появлении периферийных устройств. Они даже могут быть не полностью по цене конкурентоспособными, они могут быть чуть дороже, но зато это будет действительно доверенная периферия, с которой можно взаимодействовать. Я бы позволил себе, я вижу ваше желание. Смотрите, какое-то время назад в России не было процессоров. Ну, тут вся индустрия и государство, и бизнес, и много кто прикладывал к этому этому. Сейчас я не скажу, что это прямо такая звезда, и за ней все тянутся, но, тем не менее, уже есть такая достаточно надежная база, на которой можно строить. Она уже есть. И сейчас правильно вопрос поднимается с периферии. Я, кстати, не согласен, что это только модемы, это периферии вот в таких обычных устройствах, уже привычных нам, там 40 разных типов этих периферий есть, и каждый из них так или иначе влияет на безопасность. Модем, несомненно, самый главный из них. Ну, вот он, скажем так, на мой взгляд, это тот вопрос, который мы сейчас подняли, который важен для всех, для внимания всех, и бизнес в том числе, и формирование спроса рынка, и с точки зрения нормативки, возможно. Да? И вот... Коллеги, немножко с вами не соглашусь. Простите, на современных, вот имеющихся в наличии решениях, сделать планшет сейчас нельзя. И правильно абсолютно звучало, можно сделать единичный экземпляр. Вот. Для серийного производства, ну, нет сейчас готовых решений. И касательно драйверов и периферии. У той же самой TSMC и у производителей процессоров есть библиотеки драйверов, которые они дают своим лицензиатам. Вот. Эти библиотеки, конечно, надо осмысливать, с ними работать, но, по сути дела, нельзя... Очень тяжело вот шло с... там, брендами, скажем, иной, с планшетами, теми же Aquarius, под открытые. Почему? Потому что все время опаздывал бум. Вот. Собственно говоря, поэтому мы сейчас не имеем массового рынка устройств. Вот. Мы имеем единичные решения серийного производства, которые потом невозможно воспроизвести. Вот. Поэтому, опять же, я призываю к мобильному процессору, который будет специализированный мобильный процессор, работы с ARM, работы, может быть, с нынешними производителями процессоров, то есть это с фабриками, собственно говоря. Вот. Мне кажется, то, что тонкое место, это сейчас. Мы не можем сформировать свою экосистему с нуля. Вот, допустим, представитель Huawei, может быть, как-то это прокомментирует и выскажет свое мнение. Спасибо. Они тоже с нуля не могут. Да, они тоже с нуля не могут. Смотрите, правда, много важных вопросов сегодня поднимаем, в том числе, конечно, про драйвера, и не только вы говорили про драйвера, эта тема тоже очень важная. И я бы там немножко расширил даже там, ну, как бы, такая сопроводительная документация вообще на элементы платформы. Вот. И в этом смысле доверие может строиться только после того, когда, ну, скажем так, какие бы то ни было, российские или не российские производители, ну, пройдут некоторую, ну, не знаю, этап, этап, ну, адаптации, что ли. Ну, не адаптация, неправильное слово, а анализа, скажем так, да. То есть доверять можно только тому, в чем ты понимаешь и разобрался, да. И когда... Тестирование у того же самого угла... Не только тестирование, в первую очередь, но это не только тестирование, это еще, ну, и анализ, я имею в виду, мы же обсуждаем с вами вопросы информационной безопасности. И в этом смысле, как раз у меня вопрос к представителю уважаемой компании, к Владимиру. Вот готовы ли, готовы ли Huawei пойти на такое сотрудничество, когда, ну, скажем там, не знаю, какие-то организации могут получить доступ к анализу в ограниченном режиме или в каком-то, в каком-то еще режиме, ну, условно говоря, с моей точки зрения, доверие и может ли применяться в ответственных применениях, ну, будем говорить, телефону Huawei или планшету Huawei, ну, наверное, это один из, один из этапов пути такой вот, ну, я имею в виду анализ. Чего скажешь? Сложный вопрос. Нас американские спецслужбы слушают сейчас? Наверняка. Блин, черт, тогда придется... Прямая транспорция в секунду. Окей, тогда придется более осторожно отвечать. Смотри, да, вопрос, он какой-то объемный. Я тут подчеркну, на самом деле, какая революция произошла в политике Huawei по отношению вот как раз с партнерством вообще именно вот с этой новой операционной Harmony US. Вот раньше Huawei тот софт и железо для всех устройств, которые продает, старался делать ну, самостоятельно. То есть и софт, и железо, и это такой единый программно-аппаратный комплекс. Сейчас Huawei, вот особенно вот с мобильной вот этой новой операционной системой, принципиальное решение приняло, и оно реально революционное. Мы теперь для того, чтобы Harmony US работала где-то, совершенно не требуем железа своего в этом. То есть вот произошел разделение софта и железа. То есть Harmony US теперь полностью может работать на любом железе. Вот кто бы как там его не сделал, нас это не волнует. То есть любое железо, мы будем с этим партнером работать так, чтобы на его железе Harmony US работало. Да, мы можем помочь партнеру, какие-то кубики ему дать, железные, если он хочет, там максимально раскрывая информацию об этом. Но вот тут, как говорится, все карты к партнерам нашим открыты. То есть может сам вообще прям с песочка российского все... железные это вы чипсеты раскроете? Слушай, вот тут я просто, как говорится, даже если бы ты меня пытал, не сказал, потому что точно по железной части я все-таки главный программист здесь в России, в Huawei, но не главный железячник. Железячники все-таки отдельно еще там живут. Одно без другого не живет. Не, понятно, что мы как это дружим, но все-таки вопрос не по программной части. Вот то, что я... А мы давно на Авроре на разные устройства портируемся, не только на наши. Потому что у нас нет своих. Роман, я думаю, вы не удивили здесь никого. Это не ваша единственная операционная система портируется на разных платформах. Не, вот Huawei дошел недавно с Harmony, вот они, видите, революцию сделали. Ну, для нас это революция действительно, да. Да. Все, да? Ну, не знаю, если у тебя еще вопрос был вообще в целом про сотрудничество Huawei и Россия, то я хотел почему-то вспомнить вот эту важную часть истории, что Россия для Huawei была первой страной, в которой появилось зарубежное представительство Huawei вообще в мире. А Московский исследовательский центр, то есть R&D в виде российских программистов является крупнейшим зарубежным R&D-центром Huawei в мире. Ну, это звучит как ответ. Артем. Да, спасибо. Я хотел бы вот ответить ну, не ответить даже, прокомментировать так некоторым образом по поводу планшета, вот, Александр Михайлович сказал, и это действительно породило очень бурную дискуссию, и мне кажется, что продолжая традицию, которую начал Владимир, там, про анекдоты, вот, сейчас то, что я вот наблюдал, это когда давайте выпьем за Марию в ванну, и каждый выпил за свою. Мне кажется, что когда разные участники этой дискуссии говорили, что достаточно категорично, нет, нельзя, пока модема не будет, в общем, или там нормативной базы, то нет, или еще какие-то мнения, да, мне кажется, что здесь очень важно использовать продуктовый подход, а продуктовый подход заключается, вообще, кому это надо, кто конечный потребитель, потому что когда идет разговор о том, что если нормативной базы не будет, то это представляется какой-то железный бункер, там сидят люди с автоматами, там, мы с этим планшетом, но это же не только целевая аудитория, возможно, вполне возможно, что это может быть совершенно какая-то традиционная история, которая там в ритейле, например, с намного более низкими требованиями к безопасности, к доверенности и прочим, поэтому прежде чем делать такие категоричные заявления, мне кажется, что важно бы понять именно запрос, именно продукт, как продукта, кому это нужно, кто потребитель, какие задачи будут решать этот продукт, а это первично, а уж потом решать, на каком процессе это делать и нужна ли там доверенная загрузка. Спасибо. Коллеги, еще раз, я в самом начале вот сказал, что, ну, там, пять характеристов можно сколько угодно там вводить, да, это там удобство, эффективность, надежность, доступность, там, безопасность, вот, конечно, идеальный вариант, если мы все там эти на пять баллов там обеспечили, да, но, судя по всему, мы не можем этого сделать в настоящее время, поэтому понятно, что нам надо искать да, конечно, одно это применение там в государственных специальных применениях, там, конечно, нужно идти, видимо, от нашей отечественной базы, да, и наращивая, наверное, и опять же в дискуссии, наращивая ее в функциональные возможности, да, реально граждане пользуются сейчас иностранными и смартфонами, там, и планшетами, с иностранными операционными системами, да, это другая задача, которая в министерстве, например, сейчас одна из задач, да, важная, это, например, госуслуги там какие-то, да, сделать таким, чтобы люди могли ими пользоваться и повышать вот эту вот безопасность, чтобы они могли там сделки делать, например, на смартфоне, в частности, да, это другая задача, здесь, наверное, мы не можем идти вот в нынешний момент, да, от отечественных доверенных, потому что это, там функционала такого не будет, да, может быть, здесь надо идти наоборот, то есть, вот, повышая безопасность, там, там, в частности, там, каких-то, и строя какие-то разработчиками иностранных систем, тем более, если мы говорим про мобильные уже смартфоны, да, то я, этот вопрос, там, вторым хотел стать, ну, наверное, здесь у нас нет никаких пока решений, да, то есть, массовый отечественный смартфон мы сделать не можем, суть, по всему, в любом случае, вот, то есть, это как бы дискуссия, она, собственно, для того и затевалась, что здесь, конечно, мы не придем, да, и, единственное, что нам надо постараться разобраться в этой проблеме более подробно, для этого я бы хотел, конечно, чтобы сейчас мы еще продолжим обсуждение, чтобы в итоге по результатам, ну, мы какой-то составили некую, там, ну, не решение, да, какой-то вот этой секции, а какие-то выводы из нее сформировали с участием всех, то есть, тех, кто у нас, по крайней мере, вот, среди ведущих и других заинтересованных тоже участников. Уже пару слов скажу в силу того, что я, во-первых, хочу попросить прощения, что не смог с самого начала, так сложилось, а то вчера Док говорил про комьюнити, ворк и так далее, а комьюнити предполагает жертвоприношение со своей стороны тоже, но я вот ехал в машине и слушал, на самом деле, дискуссию, и был немножко удивлен, когда Александр Михайлович задал тот вопрос, который он задал, и после этого, вот, нету модемов, нету этого, я ожидал, что наши производители, скажут, что, слушайте, у нас есть дорожная карта, вот вы говорите, продуктовый подход, что значит продуктовый подход, вы производители железа, вот производители софта, вы по идее должны были сказать, слушайте, ребят, вот, академия, там, минцифра, там, государство, наука, мы, у нас есть дорожная карта, мы вот таким-то образом примерно там можем обеспечить, сейчас закрывая глаза на это, но завтра не будем закрывать, позавтра на это не будем закрывать, я был удивлен, что в основном почему-то такие вот разговоры о том, что, Ну, нету. А что делать-то? А если даже вы этого не знаете, тогда вопрос более сложный. Тогда давайте начнем сегодняшний митинг, встречу будем использовать как повод, что давайте начнем вместе это писать. Роджи Рушанович, а есть, а есть, понимаете? Нет, ну, возможно, есть, я не слышал. Я бы съехал в машине и пытался услышать. Смотрите, мы же сказали, Роман был, да, Роман. Но вы не производитель оборудования, вы производитель софта. Поэтому я имею в виду, что это показывает, что ситуация значительно сложнее. Нужно сесть вместе, еще раз, может быть, не в рамках круглого стола уже, а в рамках документов, обсуждения, потому что задачу нужно решать в любом случае. Во-первых, эта задача, я хочу сказать, что для нас, для науки, она важна еще чем? Что она нам всем дает хорошие задачки, которые нужно решать. Мы можем вообще сказать, завтра вот была недавно тоже встреча, где один из вопросов, мы, а, кстати, Андрей, с тобой же были, один из вопросов был такой, а если произойдет положительное событие, ну, например, мы помиримся со всеми миром, и нам все откроют, что тогда делать? Мой ответ был очень простой, что, во-первых, слава богу, теперь опыт, однажды уже получивший этот опыт, вряд ли в это поверит, даже если все откроют. Но, с другой стороны, мы же должны понимать, что вот это повод для того, чтобы развивать в том числе свою науку. То есть это более комплексная задача, ее вместе нужно решать, а не пытаться закрыть, вот компания пришла, я вот что-то сделал, вот закрываю, а то, что там через год это все равно будет неконкурентоспособно, и мы ничего не сможем сделать, никого не волнует. Мне кажется, вот здесь надо начать строить это сообщество вокруг этого дела. Может быть, с планшетов, может быть, даже на чужих чипах, связанных с коммуникациями, да, но дорожную карту и постепенно ее выполнять, и причем не одна отдельно взятая компания, кросс-верификация, чтобы мы все друг друга видели, а наука государства присматривала за этим, чтобы были уверены, что это не идет речь о создании одного суперпланшета, который почему-то потом реально работать не будет. Вот, хотелось бы, чтобы... У нас, слава богу, все мы приходим в РЖД, например, или куда-то, вот, кто ездил в последнее время. У всех, у девушек там в руках какие-то... Мне вот интересно, это что за приборы? Они, наверное, отечественные? Нет, это промышленные сканеры, вот, китайского, наверное, производства, где-то розничная стоимость полторы тысячи рублей, полторы тысячи долларов, прошло. Да, я к тому, что есть рынок, есть на самом деле, он разный, он есть. Государство тем более поддерживает. Мы же знаем все эти программы Минпромторга и всего остального. Поэтому сейчас жаловаться о том, что нет финансирования или нет чего-то, уже не приходится. Уже все есть на самом деле. Надо выстроить просто гармоничное взаимодействие науки, государства и бизнеса, выстроить какую-то дорожную карту. Конечно, с проехами иногда будет что-то не получаться. Но мы не должны ориентироваться, чтобы в этом году закрыть все дыры. Это не получится. А мы должны ориентироваться на долгосрочный бег, выстроить индустрию. Нам нужно построить индустрию. И, конечно, без софтверной части это невозможно, очевидно. Но если аппаратуры не будет, ну, в конце концов, тот же Арм вообще со своей экосистемой, и все понятно, что оно работает по этому, да? Но сейчас риск-вайф появляется, еще что-то. Хорошо, я могу так долго говорить. Андрей, извини, пожалуйста, я прерываюсь. Арутюн, я позволю не согласиться с тобой в такой пессимистической оценке нашей сегодняшней дискуссии. Если вы правильно услышали, вот уважаемый коллега из Аквариуса сказал, что по телевизору сегодня был знаменательный анонс. Началась перепись населения. На каком планшете, как вы думаете? На каком? Вот, пожалуйста, сидит здесь представитель вместе. Вот две уважаемых компании сделали планшет. Пусть он специализированный, пусть он не покрывает всех нужд. И, кстати, вы этот планшет можете посмотреть в холле, когда выйдете. Мы же сейчас именно про это и говорим. Правильно Александр Михайлович сказал, и я уверен, что большинство с ним согласно. Вот сию секунду мы сейчас не можем покрыть вообще все, весь рынок, и на 5 баллов закрыть все вот эти потребности. Верно, Андрей Петрович, поэтому мы двигаемся шагами. Там уже есть, на этом планшете уже есть отечественная операционная система. Они были произведены, планшеты, на территории Российской Федерации. Да, там сейчас иностранный чип, да. Да, там сейчас может быть пластмасса иностранная. Но это уже первый шаг, это уже здорово. Уже здорово, что наша промышленность смогла 360 тысяч планшетов произвести на территории Российской Федерации. Это рабочие места, это специалисты, это люди, ну тут представители Аквариуса лучше скажут, а Байтерго, завезли заводы сюда. Следующий шаг, это чип появится. Так что не все так пессимистично. Мы работаем с Элвисом и с Байкалом. Следующий шаг, на таких планшетах появится отечественный чип. А про модем мы говорим, потому что об этом тоже нужно задумываться, когда появится, следующим шагом это будет периферия. И мы думаем, когда мы говорим об отечественном планшете на отечественном чипе, это уже послезавтра. А мы должны думать, послепослезавтра, потому что по щелчку модем не появится. Арут, интересную мысль ты сказал, не могу ее не откомментировать, насчет дружбы со всем миром, то есть я лично убежден, что без этого невозможно, но при этом тут же с одной стороны парадокс скрыт, с другой стороны вот именно в нем сила, то есть ты доверяй, но проверяй. И здесь конкретным инструментом, в том числе, ну по крайней мере по софтовой части, может быть open source, это та вещь, тот механизм, который позволяет сотрудничать даже конкурентам, в нем не предполагается доверие между участниками полное, то есть есть способы проверять, то есть сотрудничать между конкурентами, врагами, недоверенными людьми, но при этом получать взаимную выгоду. Конечно, ты абсолютно прав, только у тебя должны быть инструменты, которые, чтобы проверять этот open source. Это правильно. Просто согласен. Доверяй, но проверяй глубоко. Абсолютно. Только назовите, пожалуйста, и если возможно, в микрофон. Добрый день, коллеги, меня зовут Богдан Ивановна, коммерческий директор Mobile Inform Group. На самом деле, я хочу посмотреть на ситуацию совершенно с другой стороны, мы также являемся российским производителем защищенных смартфонов и планшетов, и занимаемся мы этим уже 15 лет, начали мы с того, что работали с зарубежными продуктами, и нам этот рынок очень хорошо знаком. И я хочу здесь четко сегментировать рынок, потому что нельзя говорить о рынке мобильности как целиком, он везде очень специфичен. Мы можем отдельно абсолютно отделить сервис, блок, где мобильные устройства для личного использования, потому что там совершенно другие требования, совершенно другие задачи. Берем коммерческий рынок, отделяем сегменты, где действительно высокие требования по информационной безопасности, там действительно нужна высокая степень защиты. Да, для этого сегмента сейчас мы используем наш там реестровый планшет на x86 архитектуре, потому что нормовой архитектуре, ну нет пока еще планшетов, которые настолько соответствуют требованиям по безопасности. Берем Астралинок, Смоленск, берем дополнительные СКЗИ, включая там и решения Касперского, и Криптопро, ну в общем всех классических разработчиков. У нас получается действительно защищенное мобильное рабочее место. Для сильно специальных задач мы физически удаляем оттуда модули беспроводной связи для того, чтобы это полностью соответствовало требованиям наших заказчиков. Но это узкоспециализированное решение, его нельзя масштабировать на рынок, оно не нужно рынку широкому. А потом мы идем, сегментируем по отраслям, да, потому что сейчас понятно, что огромное количество программ цифровизации и огромное количество мобильных рабочих мест создается в государственном секторе. Да, отдельная история, мы также двигаемся в сторону разработки, общаемся с производителями разных процессоров, но это еще до готового продукта, еще идти очень-очень долго. И если мы берем рынок транспорта, энергетики, машиностроения, металлургии, там тоже огромное количество мобильных рабочих мест. Это все мобильные рабочие места, которым требуется промышленное решение. И мы здесь, как производитель, прежде всего хотим, во-первых, наладить коммуникацию с разработчиком операционной системы, потому что большое количество клиентов работают с программами по тонкому клиенту. И их требования к операционной системе как таковой, они не настолько жесткие. Они готовы смотреть российские операционные системы, да, у каждого из крупных холдингов есть свой блок по импортозамещению, потому что, опять же, государство сейчас создает такое законодательство, которое подталкивает их к этому. Им это интересно. И, да, когда мы приходим туда с нашими продуктами, интерес есть. И мы хотим прежде всего, чтобы операционные системы, которые стоят на устройствах, они отталкивались от потребности. Они не концентрировались исключительно на блоке безопасности, потому что в широком рынке нет таких высоких требований по безопасности. Но есть требования к удобству продукта, к возможности взять и сразу интегрировать свою инфраструктуру, а не потратить полтора-два года для того, чтобы адаптировать весь софт, который сейчас у них используется. И здесь основным стопором использования российских операционных систем является неготовность разработчиков прикладного программного обеспечения переходить на российскую операционную систему. Потому что для заказчика это означает, что они платят за разработку программного обеспечения дважды. Сначала они ее сделали на андроиде, потом они должны заплатить те же деньги для того, чтобы этот софт работал на Авроре, либо на Линуксе. Здесь уже я призываю участников рынка посмотреть на задачи со стороны клиентов. Они не переходят на российские продукты не потому, что они не хотят, потому что для них это очень дорого. И я призываю здесь открыть диалог касательно того, как нам с вами совместно этот процесс обеспечить для них наименее болезненный. Чтобы они могли сначала попробовать, сначала запустить какую-то пилотную зону и потом уже этот опыт масштабировать. В каждой отрасли есть свои лидеры. И если они запустят эти проекты, они запустят эти продукты, то вся отрасль потом пойдет за ними. И здесь я хочу, очень настаиваю на том, чтобы мы прежде всего отталкивались от потребностей рынка. Потому что рынок есть и на нем сейчас используют оборудование совершенно других производителей. Да, это Zebra, Honeywell, DataLogic, Panasonic, Gitac. Они продают сотни тысяч устройств. И это тот рынок, который мы вполне можем заместить российскими продуктами, если сделаем их конкурентоспособными. Спасибо, но прям вот реально очень эмоционально и очень грамотно, я бы сказал, выступление. И в целом по первой части вашего выступления я лично сделал для себя вывод. Можем сделать. Не все сразу, но сделать можем. Давайте делать. Ну то есть возьмемся за руки, друзья, и мы сделаем это. Я уверен совершенно. Спасибо. Здравствуйте. Михаил Шигорен. Здесь как частное лицо. Собственно, насчет того, чего есть или нет, я могу выступить как пользователь. Вот тот самый Userus Vulgaris. Я достаточно много уже лет применяю в повседневной жизни устройства на базе Sailfishos и в последнее время ROOS в том числе. Спасибо коллегам из Авроры. Благодарю вас, что закинули наконец по вторую сторону той же лодки операционных систем. Вот не вот. Про железо поговорили. Про приложение. Потому что можно сделать железо без приложений. И, собственно, на этом начали резать советскую еще микроэлектронику, если кто забыл. А где ваша математика? Да? Так вот. Что получается с приложениями с моей чайнической точки зрения? Сейчас, по-моему, особых вариантов, кроме того, как... Ну вот как я бы делал, да? Вот если бы мог. Это может быть совместно с финами, может быть самим. Или открывать, или делать заново что-то вроде Cilica. Вот графическая система Sailfishos и Авроры. Благо, это достаточно портабельная вещь, которая основана на тех компонентах, которые есть и для десктопных линуксов. Тащить это все по различным линуксовым операционкам, которые у нас, опять же, разрабатываются в стране. И под это, в общем, вот просто всем скопом нарабатывать приложения. Потому что я говорю с Яндексом, ребята, вот как бы ваши карты займить или такси не на браузере, а вот здесь вот на планшетике. Они говорят, ну мы там поговорили, подумали, но как бы рынка нет. Они спрашивают, а спрос есть? Да, да, да. Ну, собственно, с 1С говорим про Эльбруса, например, сколько лет уже, да, тоже говорят, а где деньги? И они правы. И про линукс они так же говорили. Яндекс-то, он сам формирует этот спрос, просто в виде объема. Спрос это такая серьезная штука. Если можно, я вот эту историю с приложением тоже прокомментирую. Я только начал. А, вы будете продолжать? Не, ну, наверное, у нас... Коллеги, простите. Хорошо, если вы смотрите, скажите, ради бога. Просто дело в том, что если мы поставим цель, что мы должны конкурировать с мировыми вендорами, она заранее, по сути, обреченная задача. Я помню, как 2010 года мы с Samsung занимались Tizen, тогда он еще SLP назывался, после этого делали, помогали им SDK делать. Они вначале начали, говорили, что только на JavaScript, как основной языке CC++, потому что, ну, потом выяснилось, что нет, так не пойдет. Начали менять. В итоге они пришли к тому, что C-Sharp, договорившись с Microsoft, чтобы хотя бы магазин приложений, который был на тот момент в мобильном C-Sharp, чтобы хоть оттуда переиспользовать, была надежда, минимальными усилиями люди будут переписывать. Все равно это не сработало до конца, и, по сути, Tizen это все-таки не мобильная операционная система, а для интернета вещей, для телевизоров, где ограниченный круг приложений, где это можно сделать. Я к тому, что так задачу ставить сейчас уже в наше время практически невозможно. В этом случае вам придется экспортировать, грубо говоря, чужое SDK, чужое магазин приложений. Это возможно, но нецелесообразен. А вот объединиться хотя бы внутри страны, сделать единые какие-то стандарты, неважно, это на Авроре это будет или еще на чем-то. Потому что это связано со средствами разработки, с библиотеками. Только так кажется, что даже если я так компиляторами все-таки занимаюсь, у нас были работы связаны с тем, что каждые несколько месяцев выходит новый процессор ARM. Там раз в полгода просто уже ново. Там кэш немножко другой и так далее. А выясняется, что дооптимизация под конкретный процессор дает до 20% производительности, например. Ну это конкурентно. А сейчас мы говорим не об этом, мы говорим о том, что библиотеки другие, среда другая, как это переписывать, кто это за это будет платить. То есть проблема деплоймента. Мы говорим об индустрии. Мы блоху-то подкуем, это нет проблем. А нужно не одну блоху подкувать, а нужно на конвейере. И иногда блоха бывает разных разбейеров и так далее. Я не знаю, как даже это объяснить. И этот опыт, который больше 10 лет работает с крупнейшим миром, наверное, одним из самых успешных в мире компаний. Слава богу, есть записи. Ребята приезжали, у нас выступали, что там миллиарды строк кода. Их прошли через наш анализ на безопасность. Так вот, показывает, что задачи тоже нужно правильно ставить. Потому что можно такую задачу поставить, что она будет невыполнима. Ну, там, чтобы не было ни одной ошибки в наших системах, чтобы они работали лучше, чем Android. Ну и так далее. А вот если поставить ее правильно, то мы вполне дееспособны. Вот девушка рассказала нам о том, что это уже работает, внедряется и всегда определяется постановкой задачи, уровень решения конкретно. Но при этом все-таки давайте думать о том, как сделать индустрию, чтобы не произошло, когда мы создали конкретный модем. Вот, предположим, неважно, это Wi-Fi там или что-то. Создали, потратили определенное количество денег и времени. А когда нам говорят, а нужно новый, потому что уже все это устарело, то нам снова нужно три года. Бог с ним с деньгами. Деньги у нас есть. Мы богатая страна. Трех лет нет. Нам нужно создать индустрию, когда это очень быстро происходит. И мы независимы даже друг от друга. Вот как бы независимо от того, что произойдет с Авройл или с Институтом системного программирования, мы все вместе, как общество, технологически независимо можем развиваться. Вот это очень важная компонента. И это более такой сложный дискурс, наверное. Нам надо туда переходить в обсуждение. А то у меня такое ощущение, что мы каждый про свою мозоль говорим. Или как вот вы сказали, Мария Ивановна, да. Арудин, хотел бы несколько слов добавить. Смотрите, рынок-то он сейчас есть. Он есть. Существуют пользователи экосистем Android и Apple, которые удовлетворяют свои потребности. Те или иные. Как физические лица, так и корпоративные сегменты, так и государственные службы. У нас, наверное, стоит вопрос в том, чтобы это вывести на качественно другой уровень. Потребности будут, понятно, увеличиваться. Приходит 5G. Приходят там виртуальные реальности. Приходит искусственный интеллект. Это как дополнительные потребности, которые растут. Но нам надо скорее нашими средствами, имеющимися у нас в наличии, эти потребности удовлетворять. Максимально используя наши решения, нежели заимствованные те, которые есть. И здесь скорее вопрос может стоять о том, чтобы описать эту экосистему. Сначала просто ее описать, а потом разбить на элементы. И потом думать о этих элементах, как о возможном их замещении. Какие-то элементы легко, какие-то сложно, какие-то надо подумать. Прошу прощения, но я надеюсь, вы не думаете, что мы в России сделаем вообще все. То есть заменим всю мировую индустрию в рамках. Шаг за шагом двигаться в этом направлении, несомненно, нужно. И нужно, на мой взгляд, построить у нас такую в России систему, которая бы смогла обеспечивать доверие как к российским, так и к нероссийским компонентам. Вот это, по-моему, самое главное. Да, можно, так сказать, подошли к самому интересному, к экосистему. Да, я, так сказать, поддержу данный тезис и постараюсь немножко, может быть, его развить. То есть речь шла о том, что, в принципе, двигаться надо от пользователей, от предложений, от сервисов. Соответственно, если мы спускаемся вниз от борьбы с мошенничеством, вниз с точки зрения архитектуры, мы попадаем на экосистему, на App Store. И вот это второе направление, или, можно сказать, ключевое в связке с операционной системой, которая требует действительно серьезного подхода. И самое главное, то направление, то область, в которой и существуют серьезные наработки даже у нас, ну, я имею в виду, в Российской Федерации. С созданием доверенного механизма обновления, разработки приложений для мобильных устройств, для веб-приложений, для сервера, ну, то есть в совокупности, так, чтобы они могли эту инфраструктуру реализовать. То есть, словом говоря, экосистема Apple, ну, или вообще Apple, ее продукция мобильных устройств, например, да, она ценна не тем, что, там, iPhone крутой, сказать, он не самый уже крутой давно по аппаратным характеристикам. Это ценна своей экосистемой, безопасностью того, как это там реализовано и так далее. Значит, воспроизвести все в полном объеме, там, начиная от железа, там, заканчивая конечными изделиями, сказать, не получится, наверное, ну, наверное, задача такая не стоит, как первый шаг, да. Но, по крайней мере, двигаться в направлении создания защищенных экосистем нужно, сказать, движение такое есть. И я предложил все-таки конструировать усилия сейчас, как одни из первых шагов. Это именно, вот, разработка экосистемы, то, что сказали, и интеграция туда механизмов анализа, обеспечения доверия для софта. Причем сделать это не так, что это, вот, там, процесс сертификации, который, там, занимает полгода, сделать это на лету. Ну, то есть, критичным фактором является не сколько глубина, глубина может развиваться со временем, а скорость исследования, то есть, так, чтобы это было удобно, быстро и понятно, то есть, что делать. С какой-то документацией, с какими-то регламентами устойчивыми, то есть, мы в этот регламент вписываемся, мы таким образом, каким заданным, разрабатываем софт. Все, там, его залили, через полчаса, через полдня, так сказать, край, да, мы получили обновление, так сказать, оно проверено. Значит, недостаточно глубина, глубину увеличиваем, но именно временные ресурсы, так сказать, и вот про три года то, что говорилось, так сказать, и с точки зрения вот этой технологии, так сказать, вопрос на часы. То есть, так, чтобы это делалось быстро. Вот, я думаю, что это тот один из первых шагов, которые необходимо, как бы, двигать. Да, Андрей Петрович, разрешите добавить здесь, просто тут было много вопросов про экосистему, и уж извините, Аврора, самая популярная пока российская мобильная операционная система, поэтому трудно тут не дать свои комментарии. Соответственно, как мы работаем системно с развитием экосистемы, что было, вот вопрос от девушки из Mobile Inform Group. Это, прежде всего, создание корпоративных индустриальных центров по разработке приложений, такое сейчас есть в РЖД, в Почте России, когда у них есть свои ресурсы, свои центры, которые портируют под их нужды специализированное программное обеспечение, которое раньше, возможно, было на Андроиде, допустим. Как вы правильно сказали, разработка приложения под мобильную операционную систему, другую, это не какие-то там огромные ресурсы, это просто примерно такие же ресурсы, как тратятся под Андроид. И поэтому можно просто сразу закладывать на, если подразумеваются отечественные решения в том или ином проекте, сразу закладывать разработку под отечественные мобильные операционные системы. Что касается маркета, то это важный очень вопрос. У нас, с точки зрения, опять же, операционной системы Аврора, есть Аврора Маркет, это облачное решение. Давайте мы про маркет поговорим чуть позже. Хорошо, вопрос задали, просто хорошо. Можно про модель? Модель, вот вчера здесь обсуждалось про Linux Center, Минцифры сейчас вот очень активно, кстати, на эту тему обсуждения идут и запускают проекты. Я вообще не думаю, что у нас в стране одна коммерческая компания, вот уж простите, но что она сможет обеспечить нашу технологическую независимость. Это невозможно в силу того, что она не сможет сконцентрировать нужное количество ресурсов. Нам нужно все вместе делать. Значит, нужно, чтобы базовая платформа была, которая в каких-то некоммерческих структурах развивается. Вот как Линара вокруг Арма. Даже Google, Huawei, они все согласились, вместе в 2011 году была создана компания Линара. Я про это все время говорю, потому что я был одним из личных людей, в нем был. И ребята по всему миру, в Австралии, в Америке, 500, там сейчас уже больше люди инженеров, абсолютно не рыночно в каком-то смысле, но получая обратные связи со всего рынка, со всех корпораций делают. Мы должны стать некоммерческой корпорацией, как государство, страна, которая это умеет делать, контролирует базовые технологии, а бизнес превращает это в продукты и продает. Например, та же мобильная платформа в Росатоме, она будет чуть-чуть другая, со своими акцентами, прекрасно. Возможно, у них даже будет закрытый магазин приложений, но это все должно быть доступно, вот он взял, и после этого буквально 20-30 инженеров это делают, и никаких проблем. И вот тогда мы сможем, потому что мы тогда сконцентрируем усилия всех компаний, в том числе взаимодействие с мировым сообществом. Вот Linux Center вчера обсуждался, это ровно камушек в эту сторону, если кто не понял. И это единственный способ нам выжить в этом мире, конкурентоспособно развиваться, и более того, объединить вокруг нас страны СНГ, Еврозес, может БРИКС. Вот мы должны стать центром компетенции, как это было в советское время до этого, не потому что мы очень богатые и сильные, а потому что мы умные, мы умеем в новом мире адаптироваться и делать правильные модели. И у нас есть соответствующая наука. Конечно, нельзя все так делать, но давно делать с умом, слава богу, все, кто меня знает, прекрасно знают, что я не являюсь сектантом, который утром просыпается, говорит, open source, open source, это наше все. Многие наши продукты, они не открыты далеко, особенно связаны с анализом программ, потому что никто в мире их не открывает. Но у нас есть инструменты, паритет с лучшими, анализ, кстати, программ, лучшими мировыми аналогами, которые даже китайцы, как выяснилось, японцы, европейцы сидят на, только американские технологии сейчас существуют. И корейцы, само собой, да, все сидят на американских технологиях, на самом деле, а у нас они есть. То есть мы можем, мы вполне собраться, но модель должна быть правильной, потому что мы не сможем создать один Google в разумные сроки, ну не сможем, мы не сможем сконцентрировать там все наши усилия. Более того, вот здесь сидящие люди, выяснилось, что они конкурируют, и они не захотят приходить на определенную платформу. Вы понимаете, в чем проблема? Мы полностью поддерживаем вас, Эрдин Шкадыч, в вашем центре. Да, то, что есть Аврора, это здорово, это прекрасно, но я заговорил и с руководством Аврора, и с вами, вы же знаете, я вижу, что и вы, на самом деле, в эту сторону двигаетесь. И это очень правильно, и вот давайте вот как-то поймем, как это сделать, предложить государству какие-то модели, чтобы концентрация, чтобы университеты подключились, потому что только в этом случае мы сможем правильно подключить образование, университеты. Потому что нельзя только в топовых вузах там готовить столько кадров, мы не сможем этого сделать. Нам нужны все-таки не миллионы, но хотя бы 5-10 тысяч системных программистов, а хотя бы, я говорю сейчас о топовых людях, но вот Владимир Мака здесь сидит, он может подтвердить, сколько человек наняли, и нету, все, на рынке людей нет. Нет, даже я могу подтвердить. Понятно, нету, они всех рубановы ушли, и, конечно же, их нет на рынке. Это же не 10 тысяч человек было. Это не 10 тысяч человек было. Мы сейчас говорим об элитарных, конечно, мы говорим о тех, кто может создавать новые технологии, безусловно. Мы говорим о самом-самом топе, который должен конкурировать с Кремниевой долиной, вот с самыми лучшими образцами, безусловно. Но это только совместно и большими ресурсами. Смотри, человек очень... Не, подожди, ну, Арут, я все-таки, да, тут вынужден не ответить. Знаешь, сколько программистов топовых системных мирового уровня Huawei R&D российский создает с нуля, берет за ручку студента и его погружает... Слушай, у нас с вами в физтехе совместная программа, подожди. Ну, конечно, я знаю. Коллеги, давайте у нас еще в аудитории есть замечания, пожалуйста. Да, спасибо большое, коллеги. Александр Епифанов, компания ТАУ-технологии, исполнительный директор. Вот правильно сказали, на самом деле, и я хочу только присоединиться к тому, что операционная система мобильная, это не только железо и не только сама ОС, это экосистема и экосистема приложений вокруг нее. И вопрос в том, кто будет писать прикладной софт, как он будет наполняться. Вот Роман из ОМП, он говорит, что, значит, да, вот есть R&D-центры в RGD, которые занимаются портированием, еще что-то, но сколько приложений в Store у Авроры и сколько в App Store, сколько в Google Play, давайте посмотрим. Кто будет наполнять эти приложения? Мы сейчас видим по мировому опыту, что львиная доля приложений создается с помощью переносимого инструментария. Это позволяет разработчикам экономить силы. Да-да-да-да-да. Flutter, React Native, Xemarin, Cardova, Aromobile, что угодно. Так вот, дав такой инструмент российскому разработчику, позволяющий переносить свои приложения между экосистемами, между платформами, как раз это может позволить дать вот этот толчок, дать толчок в том, чтобы составить конкуренцию, особенно если речь идет о выходе на какие-то потребительские рынки, а не только о корпоративном применении. Ну да, поскольку вопрос был. А для этого нужна ассоциация производителей операционных систем? Вот то, что Ленара, что Арутюн говорил, это то самое, про что вы говорите, только... Для этого нужен продукт на самом деле, отечественный желательно. Мы должны предоставить инструменты для переноса с одной на другую. Я как бы о лаверды, вот потому что сказано, хотя я прям сняли с языка, я хотел сказать то же самое. Я не согласен с тем, что большинство, потому что мы как компания, которая делает на российском рынке огромное количество прикладного кода, делаем нейтив, нейтив и только нейтив, да? То есть вот как бы у нас и у наших конкурентов топовых 99% нейтив в разработке, поэтому, к сожалению, я вот в этом смысле вас поддержать не могу. Но коллега очень прав в том, что действительно существует несколько крупнейших мировых инструментарных таких платформенных сред для переносимой разработки мобильных приложений. Flutter в этом месте, наверное, на сегодня самый такой энергичный инструмент. Да, Ксамарин уже немножко выходит из обоймы. Но это действительно, наверное, единственный на сегодня реальный подход к этой схеме, который бы позволил бы нам хоть как-то наполнять магазины приложений наших операционных систем. В этом смысле я считаю, что Аврора вообще большие молодцы, да. Но то, что вы пошли в, ну, наверное, неизбежно, да, в силу того, что это тоже была какая-то историческая перспектива, в свой собственный кастомный инструментарий для разработки приложений, хотя и неплохой очень, вот с точки зрения возможности наполнять магазины приложений, это ошибка. Давайте вспомним, на секундочку, компания Microsoft выходила на рынок со своей мобильной платформой и пролетела с треском, как фанера над Парижем. Мы отлично, как, опять же, разработчики мобильных приложений это видели, потому что к нам в течение, там, двух-трех лет приходили люди заказывать мобильные приложения под Microsoft платформу, как она там называлась, да, ну, неважно. Вот. И мы отлично знали, что 99% денег за них платит Microsoft. Компания Microsoft приходила к вендорам, говорила, ребята, сделайте под нашу платформу приложение, вот вам деньги. Они приносили деньги нам, мы их делали, и все это все равно не взлетело. Microsoft не смог. Шансов на то, что мы сможем сделать самостоятельную, отдельную от всех платформу разработки мобильных приложений, и она взлетит, ну, честно, очень бы хотелось. Но... А надо ли? Не вижу, да, не надо. Надо, наверное, опираться на то, что существуют действительно вот такие переносимые инструменты, надо их привязывать к мобильной платформе, и это даст нам существенные шансы наполнения магазинов мобильных приложений. Против? Спасибо. Это очень важно, я считаю, ну, прям вот, то, куда должны двигаться мобильные, не только мобильные операционные системы, это предоставлять средства для переноса приложений. Совершенно согласен. Сейчас, одну секунду. Там еще очень у нас горячая дискуссия, чем меня очень радует. Слава Богу. Все, Сергей. Да, коллеги, я бы хотела добавить, я говорю исключительно про рынок корпоративной мобильности, и здесь важно понимать, что у нас средний цикл проекта, от момента, как заказчик понимает, что ему что-то нужно, до момента, как он проводит пилот промышленную эксплуатацию и масштабирование проекта, проходит порядка, ну, два с половиной, четыре года. И здесь наша задача обеспечить... Они не гонятся за производительностью, они не хотят, чтобы устройство менялось раз в год. Им важно, чтобы с момента появления потребностей до момента запуска в реальную промышленную эксплуатацию и масштабирование проекта, они имели возможность работать с одной и той же железкой, с одними и теми же компонентами и комплектующими, с одной и той же операционной системой. И здесь наша задача заключается в обеспечении стабильности устройства. Тут, да, вот, как говорили, тут никто не гонится за изменениями, потому что устройство не используется как гаджет. Чаще всего человек, который работает с мобильным устройством, даже не видит интерфейс операционной системы. Он вводит свои, там, логин, пароль и сразу заходит в приклад. Он не работает с устройством как с гаджетом, это просто рабочий инструмент. И кроме того, чтобы он работал стабильно, да, вот вы говорили про РЖД, РОСА, там, во всех этих структурах используется наше устройство. И им важно, чтобы мы могли в течение шести лет гарантировать, что это будет работать точно так же. Они ни за чем не гонятся. Они просто хотят то же самое, с такой же стабильностью, с такими же эксплуатационными характеристиками. И это на рынке корпоративной мобильности, это ключевая задача при работе с заказчиками. Все. Сергей. Да, спасибо. Я очень прям поддерживаю коллегу из Mobile Inform Group. Прям явно видно, что люди имеют большой опыт в реальном использовании, корпоративной мобильности. Что касается флаттеров и прочего, сделать флаттер на Аврору несложно. Но дальше, когда Андрей Михайлович говорит, что все решение, оно должно из нескольких факторов стоять. Это и удобство, и в том числе и безопасность. Как только мы придем к регулятору и скажем, а давайте сделаем где флаттер и где безопасность, сразу возникнут вопросы. Я абсолютно согласен с Евгением насчет того, что мы должны предъявлять требования к разработчикам. То есть это не мобильная система, она предъявляет гораздо более высокие требования по безопасности. Мы уже не раз это обсуждали. И у нас есть очень, на самом деле, хороший даже опыт с лабораторией Касперска. Мы достаточно долго и плотно сотрудничали. И в итоге появилось решение антивирус Касперского для Авроры, которое удовлетворяет как требованиям нашим, как разработчикам платформы, так и требованиям в стек. Что касается появления экосистемы. Вообще, ну мы как начали, давайте с корпоративной мобильности, а закончили, давайте, ну не, а сейчас уже идет, а давайте мы покроем весь App Store. Но какой смысл покрывать весь App Store? Это действительно утопия. И у Майкрософта это не получилось, даже со всеми ресурсами. Если посмотреть, какое количество приложений реально используется, если убрать там игрушки, то я думаю, что если взять наших отечественных гигантов, там Яндекс.Имейл и тем или иным способом, используя Минцифры, Минторга, каких-то еще ресурсов, попросить, заставить, ну, кстати, заставить не работает. 325-е постановление, которое было принято 3-4 года назад, если провести анализ, оно не очень хорошо работает. Заставить даже регуляторно вряд ли получится. Если темой придумать ассоциации, какой-то вот еще формы такого государства, государственно-частно-университетского сотрудничества, то если Яндекс.Мейл.ру перенесет свои сервисы, такси, ВКонтакте, и десяток системных банков, опять же, государственно-частных, напишут свои приложения под Аврору, под Астру, сделают какую-то под ассоциацию, мы закроем, на самом деле, наверное, 90% потребностей таких среднестатистического человека. И это уже следующий шаг к появлению экосистемы, и появлению устройства не только для корпоративного применения, потому что там-то все понятно, там не такой большой перечень приложений нужен, а уже устройства, которые можно использовать как B2C-шное устройство и использовать как ежедневно в частной жизни. Корпоративными приложениями вопрос решен вообще, да? Нет, понимаете, корпоративных приложений их не так много. Извините, а мы это Аврора, или мы это, например, и Huawei тоже? Ведь понимаете, в чем дело? Если застать, окей, уговорить Яндекс перенести свои карты на Flutter, то они появятся потенциально и у вас, и у Huawei. А если на Аврору, то они появятся только у вас. Вот где проблема. Кстати, Владимир, вы Flutter поддерживаете в Хармоне? У нас многоуровневая система. Есть нейтив-приложения на HarmonyOS, которые на Sisi++ пишутся. Тоже нейтив есть, да? Да, нейтив есть. Вот они, естественно, не поддерживаются. А все остальные, конечно, да. Коллеги, буквально пару слов. Вот я разобью мысль Сергея, то, что сформирование экосистемы, то есть вот упомянутые гиганты, Mail.ru, Сбербанк, то есть, по сути дела, они, портируясь на вот это гипотетическое отечественное устройство, которое возникнет у нас, вот как результат нашей совместной деятельности, могут выступать в качестве очень больших заинтересантов продвижения всего этого. И государственные услуги, банковские услуги, услуги доставки еды, такси, потоковые видео, и по большому счету все потребности полностью согласен, потребители удовлетворены. Так что не так страшно, черт, как его молюют, и, конечно же, нет необходимости в 10 тысячах каждый месяц новых приложений. Об этом и речи нет, а потребности будут удовлетворены. Тут я с вами совершенно согласен. То есть дорогу осилит идущий. Да, Андрей, спасибо за слово. Мне кажется, тут это как бы не произносится именно таким образом, что в явном виде, но мне кажется, что вопрос монетизации, вот он не прозвучал в явном виде, но я не хочу разбираться, почему там не взлетел Microsoft, бог ты с ними, но мне кажется, что если дать четкий и ясный инструмент монетизирования в том же магазине, это привлечет большую количество людей, которые начнут это развивать. Не сверху вниз, а именно снизу и вверх. И тогда вдруг в один прекрасный день, опять-таки, может быть, это утопия, может, я тут какие-то замки строю, но мне кажется, что когда там тысяча человек пишут тысячи приложений и пытаются зарабатывать на этом денежку, хотя бы небольшую, это уже более дополнительный. Собственно, для меня совершенно прозрачный пример с тем же видеохостингом. YouTube не потому, что он молодец, а потому, что там есть четкие, понятные инструменты монетизации. Это же там показывать видео, это не rocket science, в конце концов, а сделать именно экономически выгодную и заинтересованную платформу для людей. И для магазина это то же самое, как мне кажется. Перешли вот на тот вопрос, который не прозвучал, но у нас написано экосистема мобильных ОС. Правильно я понимаю? Мы обсуждаем. Дискуссия туда вылилась. Я про это вот в двух словах тоже на самом деле независимо как бы сказал, но что хочу отметить, что даже такие крупные компании, как Apple, Google, у меня обычно слайд, когда рассказываю, если вы посмотрите, что происходило с этой экосистемой, она каждые несколько лет существенно менялась. Не случайно новый язык программирования появился, да, у Apple. Ну, казалось бы, Samsung там переходил, то с одного VX на SFX даже движок Java скрипта менял, потому что это было выгодно по каким-то причинам. Потом перешел на C-Sharp, еще на что-то, при этом сохранил CC++. Аврора не случайно там CC++, правильно у вас в ВК-системе? Потому что ребята понимают, что, ну, наверное, вот это вот шарахание не очень хорошо. Но мы должны для себя понять, какую задачу мы хотим решить. Нам нужны стандартные SDK, даже не для мобильных, даже возьмем не для мобильных, и вы увидите, что у нас нет единого. Хотя, казалось бы, у всех одно и то же Linux, десктопное или серверное, а нет стандартного SDK, каждый программист, каждая маленькая компания, когда писала бы, чтобы знала, если я воспользуюсь пользователем SDK, оно безопасно, удовлетворяется всем требованиям регулятора, и оно будет работать и на базальте, и на астре, и там с минимальными доработками, возможно, вообще без доработок, просто будет работать. Нет. Так, если этого нету, как у вас, вот у вас магазин приложений, через несколько лет может выяснится, что все, что вы написали, вам нужно переписать, потому что там принципиально все изменилось. Или пришел новый вендор, теперь уже Аврора, называется не Аврора, еще как-то по-другому, а решили, что не на СИСИ плюс-плюс надо писать из КУТЭ, а с какими-то новыми библиотеками, потому что КУТЭ перестали поддерживать, а мы в России не в состоянии ее дальше развивать. Я сейчас конкретные вещи говорю. Вот это же важно, и вот это нельзя сделать в рамках отдельных структур. Это, наверное, Минцифры даже должны запустить какие-то проекты по созданию типовых СДК. Наверное, эти СДК, я не знаю, это нужно вот все вместе поговорить, обсудить, потому что это не просто средства разработки, мы же говорим о безопасности. Вот Евгений Владимирович сказал, на самом деле, про магазин приложений, про безопасность, там тоже идеи были. А Apple, Samsung, Google, у них есть специальные фермы, дейта-центры, где перемалывается код, который туда пришел, уже после эксплуатации, как отдан. А если вы в магазин приложений что-то присылаете, они обязательно его верифицируют. Почему? Потому что небольшая компания, особенно магазин приложений, пишут, иногда студенты даже пишут, вот у Samsung есть программа в России, там студенты пишут и отдают туда приложение. У них нет возможности применить весь арсенал средств, очевидно. И там в последние мили это делается. Вот кто-то же это тоже должен сделать, чтобы у нас в стране это появилось. И снова, это только коллективно, только совместно, и иначе будет так, что кто-то это делает для CC++, кто-то делает для Python, а на самом деле выяснится, что в мобильной платформе используется Java почему-то. Я не шучу сейчас, это вот очень серьезные, серьезные вопросы. Профсоюзное собрание, к сожалению, ее решить нельзя. Но вот таким узким кругом достаточно влиятельных, технологически контролирующихся ситуаций людей, наверное, можно выработать подходы и потом уже в рамках какой-то дорожной карты к ней двигаться. Тогда можно монетизировать те же приложения, потому что написал один раз, ты там много лет можешь эксплуатировать, рынок становится больше. Дмитрий же сказал, вот смотри, проблема-то в том, что, вот предположим, есть такая платформа, которая легко переносит там с Авроры на, не знаю, базальт, да? И тогда это значит, что тот разработчик, который написал приложение, он будет работать не на усиление экосистемы Авроры, а на усиление и базальта в том числе. Денис, я бы сказал, что сейчас есть такая технология, называется HTML5. На нем можно написать, что угодно, и будет работать где угодно. И возможно, даже достаточно безопасно. Совершенно верно. Да, и они были, есть и будут такие платформы, которые это. Но это значит, что разработчики операционных систем должны их поддерживать. Ну, вернее, не должны, а хочется, чтобы они их поддерживали. А для этого их надо стимулировать. Значит, коллеги, значит, про коммерческую компоненту. Да, мы как коммерческая компания реально изготавливаем технику всего номинала и реально ее продаем. И как бы ситуация на коммерческом рынке нам понятна. Значит, на данный момент, с точки зрения, значит, мы делим два сектора. сектор, значит, для граждан и сектор корпоративный, да. Понятно, что в ближайшие годы, как бы мы не совершенствовали наших разработчиков, процессоров, софтовиков и изготовителей техники, мы для граждан планшет, совместимый по цене с планшетами Samsung и Huawei, никогда не сделаем. Да, это понятно. Планшет Samsung стоит 17 тысяч рублей в прошлом году. Это цена в магазине. Вот наши, поэтому основной рынок, на который мы сейчас все вместе работаем, здесь сидящие в зале, это рынок корпоративный, который покупает российские изделия, планшеты и мобильные телефоны уважаемой компании МИК и другие устройства для корпоративного пользования. Они покупают по цене дороже, чем цена основных вендоров по той причине, что в них есть безопасность. Вот. Поэтому безопасность это ключевая вещь для коммерческих вещей. И безопасность это та добавочная стоимость к цене железа и софта, которая позволяет эти вещи по такой цене у нас в стране продавать. Вот. Вот и все. Значит, если еще разрешите, я еще одну вещь скажу про экосистемы и мобильные приложения, потому что я с этим сталкиваюсь каждый день. И я хотел бы, чтобы это все знали, потому что, возможно, не все в курсе. То, что я скажу, не относится компания Аврора, потому что они это сделали. Единственная компания из мобильных систем, которые этот путь прошли. Помимо приложений пользовательских, таких как мессенджеры, а это приложение номер один в части тех, которые нужны пользователю, есть приложение служебное. И здесь тоже очень важен компонент и ко всем компаниям, которые пишут софт, и вопросы к безопасности. Значит, этих приложений служебных всего несколько. Первое. Обновление операционной системы. Это ПО должно быть написано, должны быть сервера, они, скорее всего, должны быть российского производства и стоять на неких защищенных цодах. Второе приложение, без которого не работают мессенджеры. Никак. Никакие. Это Push-сервер. Это тоже софт, который надо написать. Он должен быть доверим, он должен быть российским, он должен быть сертифицирован, и он должен стоять на неких серверах и не на одном. Следующее приложение. Браузер. Мобильные средства, что планшет, что мобильный телефон, без браузера никому не нужно. Но браузер должен быть не Chrome, он должен быть российский, доверенный браузер, и по тому, как развиваются нормативные базы наших регуляторов, он должен быть с ГАСТовым ТЛС. Таких браузеров сейчас нет, даже у Яндекса. Дальше. Магазин приложений. Вот таких софтов порядка 8 штук. И еще раз скажу одну вещь, хотя, конечно, может быть, это для более другого обновления. есть такое интересное приложение, которое тоже кто-то должен написать. Вот, если мы сейчас с вами откроем минимальный набор, что должно быть на мобильном устройстве, там есть камера, там есть галерея, там есть часы, там есть калькулятор. Это тот минимум, который, в принципе, нужен, в том числе, корпоративному рынку. Это приложения тоже должны быть написаны здесь, они должны быть сертифицированы, и они должны быть доверенные. Потому что, если вы сделали доверенную операционку, а потом на нее поставили камеру, или любое другое служебное приложение, написанное компанией Microsoft, там, или кем-то еще. Потому что даже вот уважаемая компания Huawei, вот у меня есть в кармане ее телефон, не буду ее декламировать, так вот, оно не на гармоне, оно на Android, так вот там ряд приложений, именно вот этих служебных, написанных компанией Microsoft. У меня все. Во-первых, там про браузер вы говорите, вот открытая мобильная платформа утверждает, что браузер есть такой, все понятно. Все, не, не, сейчас, это правда. Не значит, что у них все есть, но у них много есть, правда. Коллега меня вот увидел вот в чем, это правда, у нас есть пуш-сервер, и мы бы с удовольствием поделились с другими мобильными операционными системами, если нужно, как бы, открыть спецификации, мы готовы это обсуждать, чтобы действительно был единый пуш-механизм, потому что действительно в мобильных устройствах пуш-это стандартный фреймворк, и мы его, как бы, уже это прошли дорогу, уже в наших приложениях на Авроре есть свойственный пуш, причем сам пуш-сервер мы можем, исходя из безопасности, разворачивать на стороне заказчика в закрытом контуре, и для нас нет никакой там добавочной стоимости, если уважаемые Астра, Альп будут тоже использовать этот пуш-сервер, там просто спецификации надо поделиться. Вот это на самом деле путь к сотрудничеству, на самом деле, потому что у каждой из присутствующих здесь или других компаний есть, несмотря на общие подходы, свои специализации, и здесь, если этот пуш-сервер там сертифицируется, его можно будет использовать, литинзировать в других операционных системах, это вот то, что надо, и не только пуш-сервер, а и другие там, в том числе, названные или неназванные сервисы, о которых там коллега, не только он говорил. Андрей Петрович, позвольте себе добавить, Андрей Борисович забыл упомянуть еще один важный компонент, это удаленное управление, это EMM-решение, которое в корпоративном рынке для мобильных устройств, ну, в общем-то, это обязательно. Я думаю, что у нас оно есть, оно, я думаю, спецификациями, и как с ними, как можно работать, как подключить другие операционные системы, это тоже можно обсуждать. Сергей, это замечательно, что вы это сказали, но это не единственное, что он не упомянул. Видеокодеки, там этих, 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 можно перечислять бесконечно, и все они важны, и все они влияют на безопасность. Я уверен, что у нас есть, во-первых, компетенции для того, чтобы это делать, я имею в виду в индустрии нашей, а во-вторых, если вот при, при вот этом вот желании, которое мне очень нравится, там, кооперации, то есть лицензировать друг другу, лицензировать такие существенные вещи, это значительно ускорит общее, общее движение вперед. И вот, на мой взгляд, регулятор должен быть в этом заинтересован. Коллеги, я хочу немножко этот самый, подвести там итог, вообще мне очень нравится, насколько, как активно вы все участвовали, прямо из рук друг друга, микрофон рвали, это очень хорошо, и подняли много интересных и важных вопросов, которые нужно решать. Ну, в целом, там, не знаю, если там, коротко подвести итог, я бы хотел передать слово Александру Михайловичу. Спасибо, да, спасибо всем коллеге, ну, собственно, вообще-то я предполагал, что дискуссия будет непростая, тема мы открыли, такую здесь, в общем, ясно, что у нее, ну, системных решений сейчас нет, то есть, они там частные, да, и более того, ну, да, они частные, наверное, вот это основное, да, то есть, по каким-то отдельным направлениям мы выступали, говорили, вот в этом сегменте надо так, на самом деле, другой сегмент там совсем по-другому, да, принципиально по-другому, вот, ну, уже какие-то там моменты по кооперации, слава богу, наметились, я бы вот что хотел сказать, что проблем стоит, она, вот опять же, в разных секторах, стоит и в комплексе, значит, чтобы у нас от этого заседания, кроме обсуждения отдельных, значит, была польза, мы же можем, значит, после заседания организовать, значит, некую площадку, куда, я имею в виду электронную, куда вот все участники могут направить свои, значит, мысли, предложения, да, соответственно, а конференции, организаторы, да, как-то их вот, соответственно, собрать, да, и сформализовать, значит, во-первых, это то, что готовы, наверное, вот к участнике сами, как они видят, да, что они готовы сделать, сами, да, в том, какие они проблемы видят, и, наверное, третье, что важно, да, вот, например, сейчас, и министерству, да, может быть, предложение, стоит ли нам иметь какое-то здесь, там, постоянно действующее какое-то, вот по этому поводу, там, ассоциацию, комиссию, рабочую группу, и так далее, да, ну, собственно, вот, перечислив компетенции проблемы, да, и по какие проблемы можно было обсуждать, вот, вот в такой форме это все собрать, мы обязательно это все учтем, ну, и, возможно, как-то соорганизуемся, соответственно, в одну, там, группу, там, или нет, ну, вот, и просто, это первое обсуждение, вот такое, ну, я, по крайней мере, вот, поэтому результаты, вот, если такой результат мы получим, с моей точки зрения, это уже достаточно, спасибо. Да, на мой взгляд, замечательное предложение, вообще, ну, там, обмен между, информацией между индустрией, и обсуждение этих проблем, в том числе, вот, в том самом треугольнике, о котором Рутюн любит говорить, это академия, регуляторы и бизнес, было бы очень полезно, давайте мы такое сделаем. Рутюн? Я сегодня был назван даже пессимистом, это редко бывает, обычно я бываю оптимистом, значит, значит, просто мы обязаны это сделать, то, что сказал Александр Михайлович, я думаю, все координаты нашей почты, все известно, если вы вдруг не выйдете, даже на связь, мы всех уже записали, со всеми лично, все переписали, да, и в графе, в графе будет написано, например, Эдл Вейс, а рядом ничего не прислали, потом, через день, снова ничего не прислали, и будем докладывать, Александр Михайлович, я беру на себя контроль, ну как наука, хоть чем-то должна заниматься, а то, ладно, так что, спасибо всем, я действительно, я их в машине услышал, вот ты обвитие, что-то пропустил все-таки там, потому что, так устроены телефоны наши мобильные, что звонок приходит какой-нибудь, но все равно и здесь успел даже, и получил заряд бодрости, теперь можно продолжать жизнедеятельность работать, всем спасибо большое, что дальше такое время тяжелое со временем, все пришли, искренне делились, и вот это, кстати говоря, может быть, самое главное, что сейчас происходит, я чувствую, вот что вот перестает разговор идти прямо по каким-то, а вот такой живой разговор, со своими какими-то проблемами, болями, не знаю, это самое главное, может быть, потому что пока мы диагноз не поставим, мы не сможем лечить, мы не сможем развиваться, мое мнение, то есть нужно понимать, что у нас есть много проблем, пока мы их не поймем нормально, будем решать местечковые вопросы, а нужно решать все-таки глобальные, спасибо. Еще раз большое всем спасибо за дискуссию, прям очень-очень-очень живая эта, а Рутюн, организационные вопросы какие-то? Еще одну вещь хочу сказать, что лично хочу пожелать от нас всех большую благодарность Александру Михайловичу, потому что если не он, мы это круглосуточно не организовали, ну такой маленький секрет, очевидный поле шинели, но все равно, потому что на самом деле, я думаю, что ну действительно, ну это то, что вот сейчас руководство государства само хочет нас всех услышать, надо этим воспользоваться. АПЛОДИСМЕНТЫ